Телеканал КРТ представляет. Телеканал КРТ представляет. Телеканал КРТ представляет. Телеканал КРТ обратилась к Государственному Совету Турции, высшему административному органу страны, утверждая, что историческое здание изначально принадлежало фонду, учрежденному султаном Мехметом II, османским лидерам, который завоевал Константинополь в 1453 году. Сегодня Государственный Совет согласился с авторами петиции, заключив, что первоначальный документ Мехмета II определил здание как мечеть. И любое другое его использование будет незаконным. Таким образом, имеем любопытный прецедент, когда в 2020 году судьбу одного из выдающихся объектов мирового культурного наследия решают на основании документа, изданного султаном, который почил в Бозе, или вернее сказать, в Аллахе, в 1446 году. Если бы правительства других стран руководствовались различными средневековыми правовыми актами, боюсь, в Европе до сих пор сжигали бы ведьм на кострах. Однако, разумеется, нежелание восстановить историческую справедливость и исполнить завещание Мехмета II стало причиной судьбоносного для Святой Софии решения Эрдогана. В основе современной внешней политики турецкого лидера лежит нео-османизм. В своих речах и внешнеполитической активности Эрдоган стремится наследовать Османскую империю. Турция методично принимает участие в различных конфликтах в Восточном и Южном Средиземноморье, таких как гражданские войны в Сирии и Ливии. Кроме того, на словах турецкий президент всячески поддерживает мусульман Палестины и даже уйгоров-суннитов, населяющих Синьцзя-Ньюйгорский автономный район на западе Китая. Заявления в поддержку мусульман, звучащие из уст Эрдогана, не ограничиваются так называемым «исламским миром». Так, в 2018 году, когда власти Австрии решили закрыть семь мечетей на территории страны и высвать за ее пределы несколько десятков имамов, пропагандировавших политический ислам и радикализм, турецкие власти назвали это, цитата, «расистской и дискриминационной политикой, направленной против ислама с целью обособить мусульманское общество в своих политических интересах». Столь резкая реакция Анкары неудивительна. Ведь все 40 неблагонадежных имамов являлись членами базирующейся в Кёльне Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе АТИБ. Вышеописанный пример демонстрирует, что Турция времен правления Эрдогана проводит активную политику культурной экспансии ислама, в том числе и в странах Европы. Данный подход, как и расширение военного присутствия в странах Ближнего Востока и Северной Африки, перекликается с османским периодом. Дело в том, что турецкие султаны имели статус халифов, то есть защитников веры и верховных мусульманских правителей. Вероятно, именно на этот статус, пусть и в рамках умеренных течений суннизма, сегодня претендует Эрдоган. А вот что писала о нео-османской политике турецкого лидера газета Financial Times в январе текущего года. Цитата. Турецкая активность на Ближнем Востоке и в Северной Африке возросла после начала арабских восстаний, которые потрясли регион в 2011 году. Ставя на то, что новый исламистский порядок находится на подъеме, Турция направила поддержку группам повстанцев, сражающимся с президентом Башаром Асадом в Сирии, и поддержала лидера египетских мусульман Мухаммеда Мурси. Анкара надеялась, что интервенции помогут восстановить ее влияние в осколках бывшей Османской империи. В других точках региона Анкара поддержала Доху в споре монархии Персидского залива, когда Абу-Даби и Арияд возглавили региональное эмбарго против Катара. Отправила военные корабли, чтобы заблокировать добычу газа в Восточном Средиземноморье европейскими нефтяными компаниями и бросила вызов пожеланиям союзников по НАТО, купив системы ПВО у Москвы. Как видим, нео-османский курс в современной внешней политике Турции действительно не пустой звук. А раз так, то и превращение собора Святой Софии в мечеть выглядит для Эрдогана вполне логичным шагом. Турецкие информационные агентства прямо пишут о том, что Айя-София веками считается символом завоевания столицы Византийской империи и торжества ислама над христианством. Учитывая этот символизм, неудивительно, что Эрдоган не обращает внимания на заявления мировой христианской общественности. Напомним, за последние несколько недель свою обеспокоенность передачей Софии мусульманам выразили в греческой, румынской, русской и грузинской православных церквях. Кроме того, 11 июля глава Всемирного Совета Церквей Иоанн Саук направил письмо президенту Турции с просьбой пересмотреть принятое решение о лишении собора Святой Софии статуса музея. Но что Эрдогану эти увещевания, если превращение Софии в мечеть проводит прямую параллель между ним и великими турецкими правителями прошлого, противопоставляя нынешнюю Турцию политическому детищу, убежденного республиканца и сторонника светского государства Мустафы Кемали Ататюрка, который в 1934 году и подписал указ о музейном статусе Софии. Кстати, высшие офицеры турецких вооруженных сил, которые в 2016 году пытались организовать военный переворот против Эрдогана, по своим убеждениям были именно кемалистами. Так что для нынешней Турции борьба с их светской идеологией – это не только война с призраками прошлого, но и битва за образ будущего.